Я приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня со мной военные тему будет обсуждать Александр Мусиенко, военный эксперт. Александр, рада вас приветствовать. Приветствую вас. Спасибо, что нашли время для Политбюро. Начнем со следующего. В территории Украины ночью атаковало 14 дронов камикадзе. По предварительной информации, генштаба ВСУ 11 из них были сбиты. Указывается, что были взрывы в Хмельницкой области, есть погибшие. Я приношу свои соболезнования семье. Также были слышны взрывы в нескольких районах Киевской области. Александр, если Россия ранее выпускала до 100 ракет по территории Украины, значит ли это то, что сейчас есть дефицит вооружения? И как в вашем понимании, сходя из военной точки зрения, будет дальше развиваться ситуация? В определенной мере дефицит есть. Он присутствует. Действительно, об этом говорят и ведущие западные разведки, и украинские эксперты многие. И понятно, что Россия уже за год полномасштабного отражения использовала достаточно много ракет. Вопрос эффективности их использования — это уже другое. Но, тем не менее, они использовали достаточно много. И сейчас, конечно же, они чувствуют дефицит. Продолжают выпускать, на самом деле, где-то порядка 50 ракет в месяц различных типов, но, тем не менее. Вместе с тем, необходимо понимать, что дефицит не означает прекращение и снятие рисков обстрелов вообще. Они присутствуют, они есть. Они есть и на этой неделе, и в ближайшие дни. Поскольку все-таки вот такие паузы, они связаны с дефицитом и связаны с тем, что Россия накапливает. Да, вот они накапливают сейчас ракеты для того, чтобы осуществить потом тот же залп, ну, хотя бы там, начиная от 50 ракет, как они осуществляли ранее. То есть вот таким вот образом. Я думаю, что, возможно, как раз вот шахеды, которые запускались, такую тактику Россия использовала ранее, они выпускают шахеды, потом идут ракеты, да, то есть потом запускают ракеты. Но мне кажется, что вот та ситуация, которая произошла в Мочулищах с ихним самолетом ДРЛО, разведки, который выполнял достаточно серьезные функции для корректирования, наведения на цели и проложения соответствующих маршрутов для крылатых ракет российских, это смешало планы. Врага, я думаю, что они готовились и, очевидно, готовятся к ракетным ударам, но отсутствие вот как раз разведки, отсутствие в полной мере всех необходимых инструментов, вероятнее всего, ну, отложили, отложили это действие. Ранее была информация о том, что у России закончились дроны, которые поставлял Иран. Есть ли информация о новых поставках и если Россия наносит ракетные удары, это их же ракеты, либо они где-то их закупают? Ну, что касается дронов, есть информация о том, что производство все-таки в Иране продолжается, борты, самолеты прилетают время от времени из Ирана в Россию, плюс была информация о том, и это, в принципе, логично и считалось, о том, что Иран может использовать Каспий, Каспийское море для поставок своих дронов и вооружений. На сегодняшний день известно, и это подтверждает и руководитель ЦРУ, и подтверждает руководитель украинской военной разведки Буданов о том, что Иран поставил помимо дронов боеприпасы для танков и снаряды для артиллерии России. Это уже установлено то, что поставлялось. Вероятнее всего, речь идет о том, что они наладили какой-то канал поставок по Каспийскому морю, плюс борты, самолеты, которые осуществляют, и это воздушным транспортом они перевозят. В принципе, что касается шахедов, то понятно, что они будут их поставлять, то есть Иран будет осуществлять поставки. О каких объемах идет речь, сейчас сказать тяжело. Но то, что было использовано за раз 14, я вам хочу сказать, что были случаи, когда использовали и по 30, и по 40 одновременно, фактически для залпов, которые, как правило, с юга передвигались, но и с севера тоже. То сейчас заметно становится, что все же и меньше шахедов. И в целом, если мы посмотрим, коэффициент сбитых дронов, он стал лучше по сравнению с украинскими средствами противовоздушной обороны, по сравнению с началом активного использования России этих иранских дронов в октябре прошлого года. И начиная сейчас, в принципе, тенденция такова, что если мы начинали с 75-80% сбитых, там коэффициент 0,75-0,8, сейчас у нас 0,95. То есть 95% сбивается, это мое подтверждение, 14-11 сбитых. Что касается ракет, именно ракет крылатых различных типов, Х-55, Х-22 противокорабельные, Х-101 и прочие ракеты типа Х, а также Калибр, это все ракеты российского производства. Конечно, остается сейчас, скажем так, вопрос, что где России брать технологии для производства этих ракет, да, то есть компоненты, чипы и так далее, которые она не производит, и с этим возникают проблемы. Но в целом это ракеты российского производства. Информация о том, что Китай может поставлять России вооружение, о каком вооружении идет речь? Ну, Китай может поставлять различные типы на самом деле. У них есть большие склады, артиллерийские, также и с бронетехникой различных типов. Не всегда это новое оружие, необходимо тут обозначить, что Китай, в принципе, несмотря на свои мощности, несмотря на, скажем так, потенциал, не всегда имел передовую военную технику. В свое время, после того, как было, в принципе, с Россией, как они заключили договора о военно-техническом сотрудничестве, многое покупали у России, в том числе и советского вооружения. Ну, то есть, скажем так, там нет, но за последние где-то 10-15 лет они сделали такой рывок в сфере строительства своего флота, военно-морских сил и не только. Ну, и основное, что Китай может поставлять, это, конечно, боеприпасы, снаряды, возможно, и технику, то есть бронемашины, танки по запросу России. Достаточно широкий такой, достаточно широкий перечень может быть. Теперь предлагаю поговорить о вооружении, которое находится в Украине, и по поводу Мариуполя. В СУ начали наносить удары по Мариуполе, чего не было с конца весны, когда город перешел под контроль России. Можно ли сказать, что это свидетельствует о том, что на вооружении украинской армии появились более дальнобольные системы, и украинская армия теперь еще сильнее вооружена? Да, действительно, и британская разведка в одной из своих сводок подтвердила, что 14, как минимум 14 взрывов было зафиксировано. И это взрывы на складах горячесмазочных материалов российской армии, складах с боеприпасами, то есть по военным объектам достаточно очень хорошо и эффективно отработали. Что касается дальности, ну очевидно, что мы получили возможность, украинские вооруженные силы, бить на более дальние расстояния. Это стало заметно, становится, в принципе, тут скрывать нечего. Об этом сказал и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Данилов, который сказал о том, что Украина уже есть вооружение, способно поражать цели на расстояние до 100 и 150 километров. Поэтому, да, собственно говоря, я думаю, что мы получаем. Дело в том, что касается вооружений, которые поставляются, где-то из того, что публикуется в СМИ, достоверная и точная информация процентов 20, может 25. Это какая информация? Перечень вооружений. Ну, то есть перечень решения приняты, это действительно правда. Время поставки, количество, номенклатура, периоды обучения и так далее. Эта информация тоже подается, но очень часто эта информация подается с дезинформацией, для того, чтобы дезориентировать врага, для того, чтобы Россия не понимала, не знала. Собственно говоря, они не понимают и не знают очень часто. Поэтому это все оружие и приходит в украинские войска и поступает, и эффективно используется. Поэтому, скажем, когда появляются новости, их спеша, знаете, там, подхватить и сказать, вот там, что же это там происходит, если JLSDB, дальностью на 150 километров ракеты в Украине, пообещали только к концу года. А тут раз и что-то происходит. А может это уже JLSDB, их уже поставили, понимаете? То есть решение принято, принято. Или также обратите внимание, что вот эти все процессы, которые происходят, связанные с обстрелами военных объектов на временно оккупированных территориях, совпали с другой новостью. О том, что Украина получит J-DAM, технологии, которые превращают неуправляемую бомбу в крылатую ракету, значит, уже получили. Первое сообщение было в декабре об этом, сейчас там конец февраля. Поэтому мы можем допускать, что уже получают. Ну, то есть мы можем констатировать факт, что это было поражено за гранью максимальной дальности тех же «Хаймарсов». Все-таки хочу еще поговорить о Мариуполе. Что меняет в стратегическом плане для Украины, если Украина наносит уже удары по Мариуполе? Значит ли это то, что под угрозой остается север Крыма и что скоро наши ВСУ и туда достанут? Ну, я думаю, что если у нас уже есть и действительно вот то, о чем мы говорим, и в конце концов Алексей Данилов об этом тоже заявлял, то, конечно, в принципе, по северной части оккупированного Крыма мы уже можем доставать. Ну, необходимо посмотреть, провести по километражу, но если я не ошибаюсь, в принципе, от того же Херсона, окраин Херсона, в принципе, до Джанкой, а там по прямой, если проложить траекторию, будет как раз километров 150. То есть, в принципе, ну вот уже в Джанкой находятся склады российской военной техники различной, в том числе ракет С-300, которыми обстреливается Запорожье, очень часто, к сожалению, происходит это, другие виды боеприпасов, снаряды для реактивной артиллерии. Естественно, что поражая это все, это, скажем так, достаточно, будет создавать достаточно серьезные проблемы для российских войск, для их логистики, для поиска новых мест хранения, для того, что они будут вынуждены растягивать свои цепочки поставок, логистики, то есть, боеприпасов, снарядов, им будет это тяжелее делать, а это тоже больное место российской армии. Ну и плюс будет меньше вооружений, будет меньше снарядов. И это тоже с этой точки зрения важно, с точки зрения обессиливания, обескравливания противника, для того, чтобы уменьшать его ресурсы. Поэтому вот, а если мы возьмем, например, что, понятно, сейчас после того, как случился инцидент с Крымским мостом, Россия вынуждена была переориентировать логистику, то есть, они большую роль начали отыгрывать Мариуполь в этом, например, и далее это все транспортировалось там на Мелитополе и так далее. И, например, сейчас важно сообщение, вот, железнодорожное, почему под Углядаром идут бои, там Волноваха, большой железнодорожный узел, он нужен российским войскам для того, чтобы туда поставлять боеприпасы с помощью железной дороги, в том числе из Крыма через Мелитополь оккупированный, то есть вот таким вот маршрутом. И это все перерезая, конечно же, ну, скажем так, у оккупантов возникнут серьезные проблемы. Я думаю, что это будет непременно, конечно. Но вот интересный еще момент в этом плане, вот как раз который касается Крыма. Дело в том, что украинский генштаб в одной из своих сводок, вот свежих, опубликовал информацию о том, что Россия забирает часть своего военного присутствия и передислоцирует из Олешек, и вот начиная из левого берега, оккупированной Херсонской областью, на север Крыма. Вывозят там семьи и так далее. Интересный момент на самом деле, видимо, остерегаются ударов украинских вооруженных сил, остерегаются контрбатарейной борьбы, и, ну, не все так гладко у них там. Возможно, на том направлении, ну, тут понимаете, какая ситуация. Россия достаточно, российские войска достаточно, ну, скажем так, жестко, и часто обстреливали Херсон. Это мы понимаем и видели. Сейчас, возможно, когда идут интенсивные бои на Востоке, был отдан приказ о том, что необходимо экономить боекомплекты, мины, снаряды, которые необходимы там. Поэтому, учитывая то, что там, скажем, для них, ввиду отсутствия снарядов, могут возникнуть серьезные последствия, российские войска оттуда передислоцируются. Отсюда мы можем делать вывод о том, что всемогущий, в кавычках, военно-промышленный комплекс, который там переводят, я даже не знаю, на сколько смен, уже там на 24 смены, там, по часу в сутки, там, каждый, не знаю, там, он не справляется с поставками. То есть военная промышленность России не успевает восполнять то, что расходуется и то, что используется. Именно поэтому они просят у Ирана, именно поэтому они просят у Северной Кореи, они рассчитывают на Китай, потому что понимают, что самостоятельно они не вытянут. Учитывая то, что в Украине, как мы понимаем, появились дальнобольные ракеты радиусом, там, от 150 километров, может ли это означать о том, что Украина в ближайшем времени будет наносить удары, например, по Белгороду, по Курску? Все будет зависеть от решения военного командования, от целесообразности такой, да, то есть мы видим, что раньше часто звучали вопросы, а почему ничего не происходит на белорусских аэродромах, которые используются российскими ВКС, российскими войсками. Ну вот дождались момента, что произошло и там. Мы же видим, что порой происходит на, скажем так, вот эти хлопки, да, неизвестного происхождения в Белгородской области и в Брянской было, то есть, опять же таки, по военным объектам. Ну, то есть мы можем уже допустить, что какая-то деятельность в этом направлении ведется. И, естественно, с точки зрения защиты мирного населения, например, в Харькове, если мы возьмем, то самый действенный способ прекращать обстрелы С-300, это проводить разведку, устанавливать место расположения пусковых установок и уничтожать их на территории Белгородской области. Конечно, это самый действенный способ, и мы вынуждены будем, я думаю, так действовать, но поскольку, ну а как, если идут террористические атаки, террористические обстрелы мирного города абсолютно неприцальным огнем. В телеграм-каналах появилась информация о том, что в Бахмуте подорвали дамбу северного ставка между Ягодным и Хромово, это бывшая Артемовская. Ягодное в последние дни штурмует россияне. Если им все-таки удастся взять село, то чем это чревато для нас? Ну, в Бахмуте вообще сейчас ситуация складывается таким образом, что украинские войска отбили атаку и пошли в контратаки. И фактически есть, в принципе, основания думать о том, что там будет небольшое окружение российских войск, даже на одном из направлений, на одном из выступов. Поэтому, скажем так, Бахмут удерживается достаточно эффективно. Там тяжело, там очень тяжелые бои. Мы знаем, что российские войска, не считаясь потерями, бросают постоянно подкрепление. Но, тем не менее, я вам скажу, что если были там какие-то мысли о том, что вот подрывается дамба, это может быть там условия для отхода, вы знаете, там, то есть задержать противника и так далее. Но это оказалось очень удачной такой военной хитростью. То есть, я думаю, что российские войска, российское командование тоже подумало и вышло немного вперед, пользуясь моментом, поставило себя под удар. И в это время пропустили их силы, которые шли в авангарде, там, вагнеровцев очень много. Они пропустили удар с фланга, с северо-западного фланга украинских вооруженных сил, которые там сейчас вот продолжаются как раз эти бои. Я верю, что они закончатся успехом. И, ну, скажем так, фактически там группировка вагнеровцев такая серьезная будет окружена. В сети также есть информация о том, что Путин собирается мобилизовать еще до одного миллиона человек. Как это может изменить ход российско-украинской войны? Ну, действительно, мобилизация там не прекращается. Она продолжается. Ну, как это будет изменять в том, что, во-первых, война будет продолжаться. Во-вторых, чем дальше-дальше волны мобилизации, тем качество падает. Тоже необходимо понимать. То есть это второй момент. Третий. Все-таки деморализация будет усиливаться. А как объяснять постоянно, что, ну, как, вот, понимаете, что можно сказать? Профессиональная армия не справлялась год назад. Сейчас армия мобилизована. В больших количествах они не могут захватить Угледар, не могут захватить Бахмут. Хотя бои идут ожесточенные сколько месяцев, уже не недель. Дальше не могут. Ну, то есть, если мы посмотрим в целом на наступление российских войск, которая продолжается на востоке, достаточно интенсивная. Ну, посмотрите, помимо тактических небольших успехов в районе Солидара и захвата Солидара и окрестностей нет. Там какое-то продвижение в районе Кременной на Луганском направлении. Где-то какие-то небольшие тактические успехи, они по полю там продвигаются, и то по ним там бьют. И по посадкам под Кременной. Все в принципе. Ну, как это объяснять людям? Постоянно выходить и говорить, что вот нам необходимо еще, 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 еще. Но так же можно дойти до определенного момента, когда просто люди закончатся. Те, кто говорит о том, что Россия там огромнейший мобилизационный потенциал, там столько людей и так далее. Но Россия никогда не проводила мобилизационное развертывание войск, резерву. За историю после вот постсоветской России. Это первая мобилизация, которая у них проходит вообще. Списки, учет и так далее. Там достаточно много проблем. Поэтому мы можем исходить из цифр и говорить о том, что много населения только по количеству населения. Все. Но я думаю, что процесс все-таки, который происходит, больших потерь, того, что многие люди уезжают, это все не может продолжаться бесконечно. Хотя я скажу, что пока вот есть люди, которые готовы абсолютно бессмысленно за какие-то бессмысленные имперские цели Путина и его окружения идти погибать, идти на верную гибель. Ну, конечно, эта война будет продолжаться. И вот, собственно, об окончании войны Буданов в интервью Forbes заявил о том, что счет сейчас 1-1, минута 70. В вашем понимании, на каком этапе мы сейчас? Ну, наверное, вот где-то на этом этапе. Тут дело в чем, понимаете? Сейчас для нас крайне важно следующее. Это отбить вот атаки, которые есть, и сбить наступательный потенциал российских войск, которые не удается развернуть на Востоке, и провести ряд контратак успешных. Для того, чтобы, ну, все-таки создать для России очень невыгодные условия, когда позиция должна будет меняться. То есть вот и все. Но мы настроены на это решительно. Ну, скажем, многие говорили о том, что будет большое наступление, и Россия пойдет в большие атаки. Но мы увидели все, что могут российские войска. Мы это сейчас наблюдаем. И сейчас важно это все отбивать. Но то, что это где-то, наверное, минута 70, это да. Спасибо вам большое за ваш анализ, за военный анализ. Александр Мусиенко, военный эксперт. Вы смотрели, друзья, канал Политбюро. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Мы работаем для вас. Пишите также свои вопросы. Мы задаем им нашим экспертам. Сегодня говорю, берегите себя. И до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...